В эфире в гостях у ТВ Руден. Программа, в которой время пролетает незаметно, потому что в нашу студию приходят только интересные личности. С ними всегда есть о чем поговорить. Вопросы сегодня буду задавать я, Элеонора Гагонц. Гость нашей студии, студент первого курса магистратуры филологического факультета Кабил Кхан. Здравствуй, Кабил. Здравствуйте, Элеонор. Сегодня мы пришли сюда, к нам в телевизионную студию, чтобы поговорить о твоем фильме «Время золотое». У нас сейчас есть возможность показать обложку этого фильма. И у наших телезрителей также будет возможность в течение нашей программы посмотреть какие-то отдельные эпизоды. Фильм о выпускниках Руден. Все они из Бангладеша, так же, как и ты. Скажи, как возникла идея создать творческую работу к твоему диплому на получение степени бакалавра? Хотя я знаю, что изначально не предполагалось создавать фильм. Знаете, в заканчивании третьего курса я решил делать творческий диплом. И поскольку мне известно, когда я учился в третьем курсе, у нас был преподаватель Наталья Сергеевна. Она преподавала нам телевизионную журналистику. И мне очень понравилось, потому что предыдущие курсники, они тоже сделали творческий диплом. И это мне очень понравилось. И поэтому я решил сделать творческий диплом. И хотя я тоже уже выбрал тему моего диплома. Это с современными СМИ, Бангладеш. Но у меня был план, что поехать в Бангладеш, если все получается, и снимать про выпускников Руден, которые заканчивали разных временах Российского университета дружбы народов. И сделать какой-нибудь фильм о воспоминании Руден. К этому я консультировал, перед тем, как я уехал, именно цель моего поездка, это было снимать фильм. 15 дней я был в Бангладеш. И, в общем, удалось мне снимать фильм про выпускников Руден. Помогал мне человек, который все это организовал, человек, который координировал все это, человек, который со мной поехал в Бангладеш. То есть он работает с выпускниками, я правильно понимаю? Нет, он работал, когда-то время, сейчас я называю его фамилией, и он работал как начальник по работе с студентами тогдашнего советского времени. И этот человек мне все это помогал, координировал, потому что он знает больше выпускников Бангладеша, чем мне, потому что он дружился с студентами из Бангладеша, когда учились в Руден. Это Владимир Ленинвис Коцер. Я без него этот фильм не был сделан. Благодарю, и даже фильм, если написано, фильм был снят, благодаря Владимиру Ленинвису Коцера. Какие были эмоции? О чем говорят выпускники? Знаете, все эти выпускники заканчивали в 80-х годах, в 70-х годах, в 90-х годах. И все однократно говорили, что время, которое они проводили, проходили в Москве, и это было самое лучшее время их жизни. И когда я общался с этими людьми, я чувствовал, да, они как реально любили свои университеты, любили преподавателей. И до сих пор они назвали фамилией своего преподавателей спустя 30 лет. То есть они не были в Москве с тех пор, как закончили университет? Да, некоторые были в Москве, да, но, скажем, больше поток не были в Москве. Когда они закончили в 75-м году, в 80-м году, они ни разу не были, даже не говорили по-русски уже десятки лет. И совершенно они нормально выразили свои мнения на русском языке. Вот это было мне очень интересно, и общаться с ними, это, как я очень младший к ним, и сейчас нынешний студент, как я из Бангладеш, это для меня, скажем, опыт, жизненный опыт. В очередной раз подтверждает, какие знания давал Российский университет дружбы народов и продолжает давать, как он принимает иностранных студентов и какие воспоминания у них. Они за это очень благодарили себя в университете. Я каждый фрагмент, каждое интервью, когда я очень внимательно смотрел, и я нашел общее некоторые слова, которые все повторяли. Это было слово «время золотое». Вот из этого я выбрал название фильма. Я смотрела этот фильм и знаю прекрасно некоторые эпизоды практически наизусть. И видела, насколько тебе было приятно общаться со всеми выпускниками. Но есть люди, которых ты даже до съемок этой программы, ты сказал, они у меня до сих пор в сердце. Вот кто они? Поделись, пожалуйста, с нашими телезрителями. Конечно, это, скажем, самые чувственные интервью дали этот человек, который, скажем, профессор одного университета Дхаки, и он также председатель по правам человека Бангладеш, это профессор Мизанур Рохаман. Он закончил УДН, юридический факультет, и этот человек блистейший дали интервью. Скажем, он так выражал свои мнения на русском языке, хотя он не говорил десятки лет. Это было, скажем, не повторяться это интервью перед камерой, или даже без камеры. Мы его ничего не предупреждали, мы только позвонили и сказали, мы будем встретиться с вами. Мы именно приехали из Москвы, снимать фильм, и все, больше ничего не предупреждали. И мы приехали и общались, через 5-10 минут он дал нам интервью, и, знаете, он говорил где-то 15 или, скажем, 18, ближе 20 минут, и я, когда сидел с компьютером монтаж делать его интервью, я даже ни секунды не мог вырезать. Вырезать, да? То есть ты решил целиком все это делать? Целиком. Там нельзя. Все, что он говорил, это, скажем, сокращать кранометаж, это другое дело, но там нельзя лежать, он все, что говорил, это как интеллигент. Это такое чувство. И еще, кроме того, когда фильм я дал разных людям, включая профессора, включая диаспори Бангладеш, и после того, как они смотрели фильм, и мне позвонили, сказали, знаешь, именно этот человек, профессор Мизан Роман, его интервью понравилось им. И все это, все это мне это комментировали, чтобы он дал самое лучшее интервью. Вот это мне очень, как это сказать, мне очень вспомнилось особо. Запомнилось. Запомнилось особо это моё поездка и от своего фильма. Хронометраж почти два часа? Да, почти два часа. Кабил, а все ли выпускники работают по специальности? А вот какая вообще тенденция? Больше медиков, инженеров? Есть разные показания. Есть инженеры, есть медиков, ну, медиков, скажем, больше, и есть другие специалисты. Даже журналисты тоже есть. Но ты пополнишь в скором времени это число. Это надеюсь. Но все они работают на свои специальности, но большинство работает на свои специальности. И они успешно работают, и они все достигли своей цели, некоторые, скажем, занимают больше должности и правительство, и также на частном музее, инфраструктура. Когда они учились в Руден, они говорят, что преподаватель для них была мама. И если они не входили на занятия, или с ними что-то произошло, преподаватели, они бегали к общежитиям и узнали, что произошло с ним. И они, хотя находясь за рубежом, у них не было здесь ни родственников, никто. Они приехали из чужих стран, и у кого-то 20, у кого-то 18 лет. И они здесь вырастили, и здесь они провели свое золотое время, скажем, лучшее время, потому что все-таки это истинская жизнь, это запоминается всегда. Студенческая пора. Да, истинская пора, и они не благодарили только за это обучение, за то, что, за знание, за то, что они получили Руден. Именно кроме этого Руден воспитывал их для жизни, для любить свою народу. Вот это они больше заметили тоже свое интервью, что, конечно, университет это первый университет образования, да, знания, да, образования. Но Руден воспитывал их, чтобы они достигли своей цели. За это они особо благодарили университета. Кабил, а были какие-то сложности во время создания фильма? во время съема? Да, сложности были, потому что, знаете, когда мы снимали Дхаке, это столица Бангалдеш, тут очень трудно добраться с одной стороны к другой, имею в виду, там, если мы у кого-то назначали время пять часов заправки, за транспортом, мы не успели добраться во время. И если человек занимает большие должности, у него все это записано в свой план, и получается неудобство. Это были тоже у нас сложности, и, кроме того, конечно, технические сложности были, у нас не было, так скажем, профессиональной камеры, мы снимали просто обычную камеру, не как любопытно, но нормальная камера, не так очень низкие качества не дали. Вот, эти были, и еще у нас мы снимали фильм на четырех городах, мы ездили на четыре города, хотя в других городах тоже были наши выпускники, но из-за короткого времени мы не успели добраться. А сколько всего выпускников представлено? 25, но только четыре города это, а еще у нас есть крупный город Читагон, это тоже у нас морской порт, тут многие выпускников есть, работают, они живут там, но мы не успели, у нас было очень короткое время, и всего 15 дней мы попали в Бангладеш, и кроме съемки я тоже немножко проводил время семьи, потому что четыре года у меня не было в Бангладеш, и поэтому в итоге мы хотели желание, чтобы все были, и мы поехали в другие города, мы не успели. Это была моя первая работа в области телевизионной журналистики, и были недостатки, потому что я все-таки еще учусь, и понравилось, конечно, все-таки я учился во время баклавара это четыре года, у нас телевизионный предмет пришел где-то на третьем курсе, и тоже 34-й это не так очень много времени, чтобы все выучить в короткое время, вот, все, что у меня было в голове, все, что я учился, я попробовал, я пытался все тут выполнять, конечно, интересно было самому себе, я все-таки я планирую работать на телевидении, хотя я работаю уже на радио, а я уже радио работаю «Голос России» три года уже, я когда был на втором курсе, мне повезло, я подработал там уже, до сих пор сейчас работаю на отделе бенгали, вот, так что навык у у меня уже есть, уже есть, и это моя первая работа в фильме «Время золотые», и все-таки знания получил на сцене «Руден», и включает «ТВ-Руден», у нас тоже была здесь практика, и совершенно мне очень понравилось, и буду даже делать еще фильм такой, вы, наверное, знаете, этот фильм получил очень, скажем, популярность среди руководства университетов, и ректор нашего университета дал поручение факультету, чтобы сделать такой фильм для других стран, то есть это была первая идея, ты предвосхитил мой вопрос, я планировала тебя спросить об этом, ладно, все-таки начался об этом говорить, продолжаю, вот, и дал поручение факультете, чтобы сделать такой фильм для других стран, и после того, как мне это сообщил декан факультет Александр Георгиевич, что, Кабель, твой фильм поднимал много шум, и теперь нам придется делать... соответственный резонанс, и сделать такой фильм для других стран, придется тебе помощь, я говорю, знаете, это еще хорошо, а почему же нет, потому что в университете должны знать, кем стали их выпускники, да, и в университете мало есть информации, и только университет, нынешние студенты, они должны знать, и если получится, это будет очень хорошая работа, и я от моей стороны, я с удовольствием готов любую помощь оказать. Так что этот фильм мне помогал идти к своему будущему путу, все-таки я уже говорил, хочу работать на телевидении, и еще тем более помогать нашему родному университету, чтобы их истории университета, все-таки сохранились, когда они будут здесь, и будущие студенты, они посмотрели этот фильм, и почувствовали, что такими стали выпускники Руден. у любого студента учиться в чужой стране, в другой стране, это очень интересно, чем учиться на родной стране, потому что ты здесь получаешь не только образование, получаешь культуру, получаешь опыт другого народа, который является и влияет тоже твоей жизнью, и ты станешь скажем международным, между двумя культурным человеком. И пока я учусь в магистратуре, но скажем, пока никакой нет плана, чтобы уехать из России, потому что хочу продолжать свою учебу до аспирантуры. И не знаю, если все получится, это те, кто окружает меня, они я думаю, больше могут сказать, что я стал золотым. И конечно, я не сомневаюсь, я уже много чего успел посмотреть, уже получил благодаря родной университете. И скажем, за это тоже я благодарю университет, потому что уже все уже говорили, что Руден не только дает образование, знания, но воспитывает. университет. Это очень важно, потому что ты постоянно встречаешь студентов из разных стран мира, и ты получаешь навыки, общаешься с этими студентами, и это очень редко бывает в университете. Но у студентов Рудена вообще есть большое преимущество. это я думаю вообще в мире даже уникальный университет. я знаю в мире нет такого университета второго, где такое количество стран, 140 стран мира, и учиться студентов. Так что я счастлив стать студентом Руден. Благодарю тебя за интересную беседу, желаю тебе удачи. Интересно было с вами общаться, и спасибо за то, что приглашали. Спасибо. Спасибо. Я же напоминаю нашим телезрителям, что это была программа в гостях у ТВ Руден. Меня зовут Елена Рогогонц. Всего доброго.